Приветствую вас, Дарья. Я, честно говоря, не очень понял, какой вопрос вы хотите задать. Именно, вот, психологам. Потому что вы хотите, чтобы мы вам подсказали, чтобы, ну, вы хотите, чтобы мы вам что-то подсказали. Но мне думается и представляется эта история такой, что вам действительно нужно решать самостоятельно, что вам нужно. Вот. И вам действительно нужно решать самостоятельно, чего вы хотите. В принципе. То есть, если у вас есть, например, чувство к человеку, да? Если у вас есть чувство к человеку, то, наверное, имеет смысл с ним говорить об этом, высказывать ему недовольство, высказывать ему свои желания более активно. Потому что, ну, вполне возможно, что мужчина просто не осознает тот факт, что вам может что-то не нравиться. Вот. Ну, я так, вот, думаю. По крайней мере. Это первое. Это первое. Второе. Только, вот, вы пишите о том, что, значит, вы хотите свадьбу, вы хотите, значит, быть красивой и невертой. Вот. И ваше желание в целом мне понятно, но здесь, опять же, не очень ясно, как вы относитесь к человеку. Вот. Как вы относитесь к своему мужчине? Если, например, если, например, вы хотите с ним быть. То есть, для человека, который хочет быть со своим мужчиной, да, и хочет быть со своим мужчиной, да, у вас достаточно... эм... ...эм... 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 ну, вот... ...свадьбе. ...эм... ...эм... ...то есть, я не говорю вам отказываться, не говорю вам отказываться от свадьбы, безусловно. ...эм... ...эм... ...но... ...мне... ...кажется, что... ...нужно прислушиваться... ...к... ...молодому человеку... ...и... ...к его желаниям, но и делать так, чтобы он... ...эм... ...так же прислушивался и к вам. ...эм... ...сам hit... ...без этого... ...ну... ...совершенно очевидно, что... ...ничего не будет, без этого совершенно очевидно, что... ...эм... ...ваши отношения не... ...получатся и без этого совершенно очевидно, что... ...вы будете еще больше, еще дальше... ... Schmidtят... ...оддаляться. Вот. А... ...эм... ...на данный момент у вашего мужчины нет... ...эм... ...эм... какой-либо, ускорять ремонт, потому что, по его мнению, на мой взгляд, у вас всё страшно, и хотя я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что, вероятно, это не так, то есть, вероятно, не так, что такой и есть, но, тем не менее. Так, дальше, значит, отсюда звонит мать, так, у них тут собака, я не знаю, что делать, что делать, чтобы что, далее. Вот давайте постараемся как-то вот определить этот момент, да, что делать, чтобы что, с чего вы хотите шаг. То есть, нужно заявлять о, ну, нужно заявлять о себе, нужно заявлять о своих желаниях, нужно заявлять о том, что вы ходите, вот, мне так кажется, по крайней мере, и, соответственно, тогда уже смотреть, готов ли вас, например, мужчина, что-то делал. А то выглядит это так, так, что вы ничего не делаете, а вы просто терпите, вот, вы серьёзно о себе не заявляетесь, ну, не заявляйте серьёзно о том, что вы хотите, вот. И негодуете от того, что ситуация не меняется, вот, она не изменится до тех пор, пока, ну, вы не будете отстаивать свою позицию, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. И пока для себя не решите, что вам нужно, что вы хотите, вот, опять же, сейчас, грубо говоря, вы находитесь в такой позиции... эээ... в позиции жертвы, сейчас не находятся. Вот. И мне кажется, эээээ... что это очень важно, мне кажется. Это очень важная история, это очень важная ваша такая вот позиция, и её нужно корректировать, вот, сильно корректировать. Плюс, конечно, ваше отношение к себе, плюс, конечно, ваши ценности, то есть, как я и сказал, ценность свадьбы, она не оспаривается, но, на мой взгляд, нужно её выделить, то есть, нужно посмотреть, то ли вы подразумеваете под свадьбой для себя, о чём говорите, или речь всё-таки немножко о другом, ну, речь всё-таки немножко о других вещах. Вот, если так, то это нужно подкорректировать, на мой взгляд. Вот, такой, в принципе, ответ я могу вам дать. Я бы предложил ещё посмотреть на то, как у вас складывается, отношение с своим молодым человеком, вот, то есть, насколько вы хорошо взаимодействуете с другом, насколько вам комфортно друг другу, потому что, ну, опять же, я не думаю, что, будь у вас всё хорошо, да, таких бы проблем у вас, ну, были бы такие проблемы. Вот, нет, полного, я так полагаю, взаимопонимания, друг к другу. Вот. Ну, соответственно, соответственно, это тоже нужно корректировать, и смотреть, собственно говоря, что вам хочется и что вам нужно, и корректировать своё поведение. Вот. Я не очень понимаю, если честно, почему вы помогаете, Абсилл, если он физически здоровый человек, вот, почему вы готовите на, ну, на двоих мужиков, да, и почему вы ходите в штаниках, то есть, вы говорите, что вы стесняетесь Абсайлу, вот, я полагаю, что с этим, в принципе, тоже можно поработать, почему вы стесняетесь, ну, с любым стеснением нужно работать, потому что это непринятие себя, вот, это некое такое оспаривание себя, да, поэтому, и, ну, вы говорите, что вы уходите в штаниках, я так полагаю, что это связано с тем, что вам не очень комфортно ходить без них при АЦ, вот. Абсчасти, я вас понимаю, абсчасти, я понимаю, как тяжело, эм, перестать быть, эм, хозяйкой, вот. Но, с другой стороны, я так же понимаю то, что если вы, к примеру, будете вести себя по-своему, да, если вы будете вести себя по-своему, именно так, как вы хотите вести себя, то это бы, это, ну, быстрее, это быстрее, эм, сыграет какую-то вот свою роль, да, и вы быстрее, эм, придете к, к какому-то результату. Я имею в виду, эм, говоря про результат, я имею в виду про какой-то вот эффект, да, то есть, либо вы действительно с, эм, своим молодым человеком, эм, расстанетесь, эм, вот. Эм, либо, эм, вы придете к чему-то новому, вот. Либо вас, эм, просто, эм, примут, эм, ну, примут такое, какая вы есть, да, они будут пытаться, там, ну, изменить, изменить, построить под себя и так далее, вот, а пока что вы просто, получается, прогибаетесь под, эм, ну, под, эм, под, эм, внешние обстоятельства, вот, при этом чувствую себя крайне неудовлетворенным из-за этого. Вот, и я бы сказал, что подобная позиция, она совершенно нормальная, но решать, эм, что в ней делать, нужно вам. То есть, мне кажется, что вот такой оптимальный, оптимальный вариант, это ситуация, при которой вы заявляете, эм, молодому человеку, о том, что вам что-то, ну, что-то не нравится, заявлять молодому человеку, потому что вас тут, ну, что-то, эм, что-либо не устраивает, вот. И вы, эм, после этого, эм, смотрите на его поведение, да, то есть, если, эм, значит, если его поведение не изменится, если его поведение останется такими, вот, то уже, в принципе, можно рассматривать, эм, возможность, эм, расставания. Если же вы выбираете, допустим, терпеть, да, если вы выбираете, эм, эм, терпеть, что-то, то нужно понимать, а ради чего. Вот. Если терпеть, да, то именно ради вот всего. Какая цель? Какая цель у того, что вы терпите, что вы получаете в результате, вот. Ну, а что касается ремонта, то здесь, опять же, я могу сказать, что я вас очень хорошо, эм, понимаю, вот, но, 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 у ремонта должен быть, эм, план, у ремонта должен быть, эм, четкий, достаточно, план, эм, конкретные сроки, ресурсы и так далее. То есть, тут не может быть такого, что, вот, мужчина, 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 да, эм, в раввезах и все. Типа. И поэтому ничего не делает. Если у него есть определенные обязательства, у него есть определенная ответственность, у вашего мужчины, я имею ввиду. Вот, он должен этот ответ, вам, соблюдать. Вот. Ну, а пока этого не происходит, и, в общем-то, вопрос заключается в том, почему. Вот именно, почему этого не происходит. То есть, почему вы не стимулируете свою мужчину на этом. Вот это вопрос, на который, мне кажется, вам нужны эти ответы. И хотите ли вы его стимулировать вообще. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.